всем привет я рада что вы зашли на мой канал сегодня у меня внеочередное видео это связано с тем что у нас впереди праздники выходные сегодня суббота и я выпускаю видео немножечко пораньше видео будет состоять из нескольких подключений всем приятного просмотра сейчас конец апреля и как мы знаем начинается сезон ярмарок и у всех рукодельниц полным ходом идет подготовка чтобы выйти на ярмарке представить свои готовые изделия также я сейчас занимаюсь также перебираю что у меня есть наличие что нужно связать я думала в конце прошлого сезона что за зиму начала весны я успею что-то навязать но как выяснилось у меня совсем мало в наличии готовых изделий но вот что есть я сейчас соберу а именно то что я хочу выставить на полочку в магазине не на ярмарку а на полочку мне пришло предложение от магазина я не знаю точно как он называется сегодня я поеду на встречу у нас открылся новый магазин ну или своя полка или наша полочка или твоя полка как-то вот так он называется вот скоро открытие сегодня у меня встреча вечером я буду как я понимаю расставлять там свой товар его сейчас хочу показать что же я повезу сегодня на эту полочку а ярмарка у нас начнется уже воскресенье на этой неделе суббота это у нас рабочий день а вот воскресенье 28 апреля будет первая ярмарка я думаю вот завтра послезавтра у меня будет еще время в пятницу и в субботу уже подготовлюсь к ярмарке на которую я собираюсь выйти первый раз в этом году сейчас я покажу что же я повезу на полочку и позже может быть мне получится сделать видео из магазина как я расставлю свои игрушки но и другие изделия и так что же я сегодня возьму с собой что у меня есть наличие повезу вот таких 5 воротничков детских я уже составила список так 1 2 3 4 где-то 5 вот такой 5 возьму воротничок с собой я буду продавать наверное по 500 рублей но все буду решать по ходу действий такой опыт аренда полочек у меня первый раз поэтому еще не знаю как там что будет происходить но я с вами буду делиться этим так и возьмут несколько маленьких салфеток большие пока не буду брать мне кажется дорогие салфетки там не будут покупать а вот такие маленькие я их там хочу красиво как-то разложить но еще не совсем все придумала вот такой мы с вами вместе вязали такую салфеточку мы с вами также вместе вязали на канале нет увязали это я также давно сама вязала так вот эти салфетки возьму и наверное я вот такую коробочку прихвачу чтобы положить вот так салфеточки и воротнички это будут у меня такие тоненькие ажурные изделия размер полочек там у них разных но я знаю что ширина стандартная 30 сантиметров и высота 30 сантиметров а вот в длину полки по 80 60 и 40 сантиметров не знаю какая полочка мне достанется но я конечно же хочу полочку по длине и побольше я так уже прикинула размеры чтобы мои реквизиты все поместились и вот эта корзиночка хорошо входит но сейчас дальше покажу что у меня еще приготовлено так вот эту коробку я беру далее купила fix price и вот такую полочку она недорогая 150 рублей по моему и хочу вот так расставить свои автомобильчики на нее вот шесть машинок у меня пока связано и вот их я хочу вот так задней стеночки приставить эту полочку и мне кажется вам не будут заметны и вот так и будут обращать на себя внимание вот такой у меня многоэтажный гараж будет стоять но тоже помещается высота полочки по моему 28 сантиметров я измеряла давайте по мере так так ну до 28 давно влезает она туда на полку так возьму вот эту полочку далее у меня есть такие деревянные ящики и вот эти брелки я также беру с собой так что тут у меня пингвинчик но это все маленькие такие игрушечки недорогие такие щенята попугайчик лягушка я конечно хотел чтобы все мои игрушки были связаны из тонкой пряжи из полу шерсти из полу хлопка но для количества также возьму какие-то игрушки из плюжевые пряжи вот например божья коровка лягушечка так это у меня все из тоненькой пряжи вот снегиря возьму цыпленочка одна курочка у меня брелочек глазик радуга на такие щеночки описание таких щеночков есть также у меня на канале так вот эти беру машинки мы с вами вязали вдруг кто-то пропустил это видео вот такой у меня деревянный ящичек это я поставлю впереди полочки размер его давайте померяем по длине так 30 сантиметров вот даже если меня полочка будет 60 вот два таких подносика у меня поместится вот и еще один подносик это вот такой они одинаковые здесь плюшевых больше вот когда-то положила подвинута не вмещается гараж мой развалился как бы он вот так не опрокидывался и на ярмарке на этой на полочке то есть так вот такой еще у меня подносик будет здесь котята 5 штучек отвезу две вот такие лягушечки связанные по видео с youtube канал насти кто из вот такие черепашки нельзя брелочки и еще одна собачка так ну и вот эти брелочки маленькие рыбки какие-то радуги у меня остались вот одна совушка два карандашика но я там все разложу аккуратненько что-то может быть и вот в эту корзиночку покидаем какие мелкие игрушечки все красиво там расставлю постараюсь сделать фото моей полочки так ну и игрушки основные какие хочу взять так у меня вот такая коробочка тюленчика возьму обязательно привязала да что ж такое но тут я сижу не очень удобно мне так уберу пока чтобы они не мешали так тюленчика у меня как-то залежалась еще с прошлого года я его хочу туда отвезти пусть там украшает полочку он яркий нарядный так меня вот такая коробка есть я хочу вот так на задний план поставить игрушечки вот медвежонка сюда это у меня будут уже коробочки стоять за этими деревянными ящиками может быть лисенка сюда еще может быть один будет стоять у меня мне кажется он такой прям милый и должен притягивать покупателей к моей полочке их взгляды так мешутку возьму дальше я привязала ко всем бирочки ручная работа не знаю как еще будут танцы ники или магазин сам будет вешать или на надо будет приклеивать свои ценнички вот такого лисенка дракончика я для себя список составила уже чтобы знать что я отвезла ничего не забыть и ну и цены для магазина так зайчик и вот такой зайчишка также вот у меня бретель очки вчера ему пришила комбинезон и также вот у меня бирочка хендмейд вот к ней хочу клеить ценники с обратной стороны или карандашиком простым надо положить сейчас карандашик простой собой на всякий случай так вот такие у меня пока игрушки будут на полке не знаю много это мало мне кажется конечно же что мало но вот так если по размеру взять то полочка мне кажется даже будет и заполнена может быть переполнен смотрю про все какое-то зеленое хотя все разные пряжи у меня это шерсть это по акрил лягушка плюшевая все разные нитки но все зеленые ну пусть так надо взять с собой еще на всякий случай джут вот такие бирочки возьму может быть еще куда-то повесить а может быть потом приеду на полочку разложу покрасивее чтобы все лежало то так ножницы ну конечно ножницы там есть магазине я думаю так что же мне еще ладно для сегодня наверное достаточно я это и не довезу у меня большая сумка и так получается я уже пробовала все поместить тут же надо и ящики взять и пластиковый вот этот контейнер игрушки сами объемные но как там будет дальше посмотрим я бы хотелось собой взять и вот эти сумочки туда положить но мне больше хочется как-то их на ярмарке представить и посмотреть как будут на них реагировать покупатели все-таки магазин я не увижу что люди нравятся на что больше обращают внимание а вот такие сумки мне хочется самой продавать они в магазине да они объемные и много слишком займут место на полочке мне кажется очень веселая полочка у меня будет яркая такая красочная ну посмотрим что из этого получится подключусь сегодня в магазине также постараюсь снять маленькое видео обзор полочки у меня готов очередной заказ связала вот такой набор курочки и яички в нежном цвете розовый бледно-персиковый нежно-желтый сиреневый и зеленый вот пяти цветах но и дополнительно это конечно же молочного цвета посмотрите какие нежные курочки я уже вязала таких но вот еще пришел заказ мне связала еще пять курочек и 5 яичек так такие симпатули у меня получились очаровательные но яйца я украсила вышивкой разной вот это желтенькая сделала такие цветочки небольшие здесь крапинки как посыпочка здесь просто зигзаг на салатовом яйце здесь цветочки сиреневые середине вышива французские узелки ну и вот такое между лиловая как назвать яичка просто крапинки такие штришки желтым цветом такие скромненькие нежные получились так что вот такой набор сейчас мне нужно все упаковать и отправить все упаковала в коробку все курочки хорошо поместились кладу еще наклеечки в подарок открытку маленькую и сверху сейчас прикреплю цветочек упаковала сейчас пойду на почту отправлять заказчику чего показать свою новую готовую работу эта игрушка помните недавно в одном из своих видео я вам показывала что начала вязать неведомую зверушку связала только голову и еще не знала кто же у меня получится решила что буду придумывать все по ходу работы по ходу вязания и вот что у меня получилось какая игрушечка посмотрите вот такая милая зверушка мне кажется это зайчик не могу сама смотрю на нее прям аж слезы текут такая миленькая моя любимица крошечка моя получилось так давайте посмотрим крошечка она или не крошечка какой у нее рост вот от кончика ушек и до ножек 38 сантиметров давайте рассмотрим ее немножечко повнимательнее сделала вот такой воротничок на пуговки сердечки это кокосовая пуговичка мне кажется так мило прям смотрится так я хочу постепенно раздевать наверное чтобы добраться до самого зайчика и посмотреть как же я его связала так воротничок будет в комплект входить также сумочка под цвет рисунка на платье я связала сумочку в зеленом таком оттеночки весном приятно так сумочка я туда еще не пока не положила ничего в нее ну может быть также сделали блокнотик так сумочка далее вот такое клубничное земляничное платье я когда увидел эту ткань решила все это обязательно у меня такая ткань должна быть платье игрушкам прям очень-очень нежно интересные такие лесные зверушки у меня я наверное этого зайчика назову земляничный зайчик у меня будет его нарумянила щечки посмотрите какой миленький так платье у меня сзади на двух пуговках и я сделаю сделать здесь разрез чтобы было легче его снимать так платье снимаем далее трусики я не стала делать а кстати надо хвостик ему приделать еще я хотела трусики сшить или связать но пока вот еще что-то не знаю нужно не нужно ну надо трусики конечно мы сделать беленькие и вот такие тапочки посмотрите какие хорошие лопа точки на пуговичках также на кокосовых пуговички я люблю пришивать красной ниточкой мне кажется так более как-то повыразительнее интересная такая маленькая изюминка такие ножолечки так я их сделала на таких перепон очках чтобы они не слетали и не потерялись они легко снимаются вот такие чеба точки петелечки еще может быть не совсем разработались но это еще пару раз застегнуть и расстегнуть и растянутся петелечки так не с руками все-таки на мужскую на женскую сторону это влияет на удобство так не могу под ремешок подцепить так сейчас от у меня на вытянутых руках наверное неудобно а все все подцепила вот вот такие туфельки парочка и вот сам зайчик во всей красе я его вязала из нескольких видов пряж вот такие лапки сами стопочки и кулачки связала из хлопка так и ушки из этой же пряжи и мордочка так затылочек вот такой пушистый это у меня травка от context но я сюда добавляла еще в эту пряжу под мод семеновская ножки также у меня из травки туловище я вязала из семеновской лидия как-то называется ли пряжа но я подбирала все по цвету чтобы все гармонировала и немножечко его начесала такой пушистенький вот где травка он конечно так пошелковисти вот головушку гладишь такой прям нежный какой-то такой ласковый здесь тоже пушочек проявился не знаю камера видно не видно на экране надо еще может быть немножечко его подчет подначесать я вот здесь вот еще не начать не начесывал потому что только что голову пришила вот здесь надо также немножечко пушок чтобы выпустить вышел начесываю липучкой так вот такой милашка у меня получился нож носик вышитый просто аккуратненько ниточкой глазки на безопасном креплении тут бровки такой у него взгляд милый я так долго думала кто же это у меня будет может быть овечкой думала но нет все таки хочу зайчика и решала как ушки пришить на макушке или вот вниз но вниз это правда овечка получается потому что мордочка вот так вывязана хотя и вязала просто наобом сама решила отдохнуть от заказов и не знаю вот вязала вязала что получилось схема я даже не записывал не знаю повторить конечно такого зайчика я вряд ли смогу но что-то приблизительное получится конечно но точно такого уже не будет этот будет у меня в единственном экземпляре как же он мне нравится нежный красавчик так все сейчас я наряжу ее обратно эту заешку все моя земляничка готова нарядилась если вам понравился такой зайчонок и вы хотите его приобрести можете написать мне в личных сообщениях я с удовольствием вам его отправлю но повторяю что такого же я уже связать похоже вам может быть получится но вот точно точно такого точь-в-точь конечно же не будет смотрю на него и любуюсь такой чубчик пушистенький хорошая пряжа мне понравилось вязать из ниточки травка первый раз из нее вязала и для этого зайчика у меня есть коробочка в которой я буду отправлять вот такая коробка специально у меня куплено для этого зайчика она с окошком с прозрачным единственное что это за ушка помещается только вот ушки вот так нужно будет давайте померяем месте вот немножечко в сторону но он потом ушки свои расправит но посмотрите какая милота я не могу сама так и подарочек мне кажется ребенку полюбому должен понравиться не может не понравится я считаю ну и конечно же сюда я положу дополнительные плюшечки наклейки открытки ну вы знаете как я упаковываю тут что-нибудь придумаем еще какие-то дополнительные подарочки стоимость этого зайчика я напишу в описании под этим видео так что если хотите купить я буду рада вам его отправить сейчас я вставлю маленький кусочек видео который я сняла из магазина твоя полка там несколько секунд и и что хочу сказать про этот магазин сегодня открытие сегодня суббота у нас на открытие конечно же я не поеду у меня много дела завтра ярмарка мне нужно готовиться к ярмарке но что касается магазина когда я заполняла полочку еще наполнение остальных полок было минимальным продавцы рукодельники только начинают заселяться на свои полочки не знаю кто там еще будет но и полочек с игрушками очень-очень много большая конкуренция я не знаю конечно буду я там еще потом но на два месяца то я полочку арендовала там посмотрим что из этого получится я там пофотографировала другие полочки с игрушками чтобы представление иметь какие там еще мастера вяжут и выставляет изделия и чтобы не повторяться хочу вязать какие-то игрушки особенные не как у всех вот и что я хотела еще вам рассказать как выяснилось у меня очень мало игрушек из тонкой пряжи из полухлопка из шерсти в основном все плюшевые сейчас я пойду их перебирать так как завтра у нас ярмарка на ярмарку конечно же повезу игрушки из плюша сейчас мне нужно какие-то доработать какие-то аксессуары может быть добавить зайцем там вот сумочки мне нужно застежки магнитные пришить но пойду сейчас маленькие такие доделки доделывать вот чтобы все у меня товары были в надлежащем виде сейчас все пересмотрю аккуратненько все уложу игрушки которые завтра повезу на ярмарку если конечно будет хорошая погода настроение у меня посмотрим может быть и не пойду но пока что по крайней мере сейчас я собираюсь так я посмотрела свой чемодан открыла и как оказалось у меня не так много и плюшевых игрушек давайте сейчас быстренько покажу что у меня есть что осталось у меня с прошлого года вот такие два зайчика это пряжа с люрексом рост таких зайчиков так давайте померим 30 сантиметров у меня было три таких зайчика вот голубой и розовый остались мне кажется прям для гендер пати они подходят мальчик или девочка или двойняшка а бежевого купили зайчика были три одинаковых зайченко и бежевый тоже был у меня с люрексом так далее вот такие два котика но я с ними один раз только на ярмарку ходила перед новым годом или после нового года уже не помню так по 20 сантиметров такие два басика котеночка далее на по порядку буду как они мне лежат вот такой мешутка мне он очень нравится так у него животик лапки ну такой он уютный какой-то рост его 24 сантиметра хороший малыш такой хвостик есть на зайчику надо не забыть сейчас хвостиками сделать две вот таких собачки я вам их уже все показываю игрушки но просто кто-то недавно подписался не видел сейчас быстро-быстро покажу вот такие два щеночка очень симпатичные высоту они 23 сантиметра так небольшие такие хорошенькие собачки в разных расцветочках 2 может быть их не купили потому что они беленькие все-таки родители опасаются что игрушка быстро испачкается из-за этого их не купили не знаю надо наверное было молочный цвет сюда добавлять мне в компаньоны не поэтому так вот такой большой медведь вот он у меня у меня одного такого купили я связала другого конечно же цвета я расположила не так как у первого ну похоже очень 43 сантиметра большой мешутка такой мордочка у него из другой пряжи не из плюшевой вот этого клоуна и недавно связала он у меня еще также не ездил ни на какие ярмарки лежит и ждет своего хозяина у меня в чемодане так 28 сантиметров это кто любит цирк кажется деткам он должен приглянуться он яркий и может быть будет и внимание привлекать к моему столу на ярмарке зайчика я вам их также на все игрушки конечно же показывала у меня их было три вот нежный мятного купили а вот нежный лимончик и нежный персик остались у меня так 36 сантиметров вот такие зайчатки хорошенькие так это все плюс игрушки показываю олененок воротнички посмотрите как у миленький мне он очень нравится так 22 сантиметра может быть конечно но это не совсем летняя тема больше уже к зиме к новогодним но нет возьму также его на ярмарку может быть кто-то его заметит и также купит рожки связанные из полухлопка и воротничок из хлопковой пряжи так вот такой большой медведь мешут кому персик тоже так от макушечки и до ножек почти 40 сантиметров пушистая мордочка у него из софте шарфик завязала просто так для красоты показала этого мешутку что тут дальше идет вот собачка нет она нравится это популярная схема в свободном доступе в интернете вот такой щеночек он прям сидит хорошо не знаю почему вы не купили мне он очень нравится на 5 не значит и что если мне нравится то люди нравится вот напишите в комментариях как вам такая собачка мне кажется очень миленькая так 30 сантиметров только пользу оттенка милаш так на носик бархатный почистить ему а то от пряжи пуховых вот этой немножечко он так на собрал на себя пушинки так ну и его три люлечки я не буду доставать тут ничего вот зайчик тут все одеялко матрасик там вот такой зайчик также с покрывалом у меня и еще вот три люлечки это серо-сиреневая такая ярко-сиреневая зайчик лимонный и вот эта люлечка я вязала из остатков мне кажется все хорошо сочетается нарядная кроватка такая моих малышей все тут можно достать укрыть все тут детка я думаю они разберутся сами быстрее нас как тут все уложить красиво так вот ручечки взяли и пошли гулять так ну на этом все какая-то мелочь у меня еще есть но я даже не буду терять время свое и ваше тому же мелочевка которая не заслуживает особого внимания котики больше брелочки но на самом деле у меня брелков и маленьких игрушек очень мало я даже не знаю на ярмарке то нужно брать более дешевые игрушки то что когда мне теперь их вязать я даже не знаю но еще у меня по дня впереди ночи что-нибудь может быть и свяжу если вам какая-то игрушечка понравилась также вот из плюшевой пряжи можете мне написать и я с удовольствием вам отправлю мне поможете мне не нужно будет столько нести на ярмарку игрушек все легче будет но и вам также будет приятно я думаю получать такие игрушечки плюшевые у меня есть группа вконтакте мастерская одри там есть фотоальбом игрушки в наличии на продажу там указаны размеры цены я ссылку на этот альбом оставлю в описании под этим видео можете перейти посмотреть повнимательней что у меня есть игрушки рассмотрите и вдруг что тогда напишите мне вконтакте свое пожелание на этом я буду с вами прощаться видео получилось такое спонтанное на скорую руку как прошла ярмарка что мне удалось продать сколько заработать какие были покупатели а также свои впечатления о магазине твоя полка я буду рассказывать в следующих видео если вы не подписаны подпишитесь пожалуйста на канал а чтобы не пропустить следующее видео поставьте колокольчик напоминание выходе нового видео всего вам самого доброго пишите с удовольствием 7 ровных петелек и до новых встреч а